Музыка Продолжаем мы наши встречи в нашем сквере мира. И сегодня вот не случайная наша встреча с Маргаритой Кремичевской. Ну, во-первых, потому что, боюсь, не хватит пальцев на руках и ногах посчитать, сколько лет мы вообще знакомы. Это раз. Во-вторых, собственно, нашу встречу предопределило то, что Борис мне отказался отвечать на вопросы. Хотел у него Боря Бухмана спросить, Боря, а как вот ты, он человек эмоциональный, человек очень восприимчивый, где-то иногда даже бывает ведомый, но хотя и ведущий. Вот как ты вот это все переживаешь? Он говорит, ты не у меня, ты у Риты спроси. Я пришел спросить у Риты. А вообще, если серьезно, Маргарита Кремичевская, кандидат психологических наук, доцент Одесского национального университета имени Мечникова, человек очень публичный, и я где-то даже перехватываю эстафетную палочку у Натальи. Дело в том, что сегодня действительно, если серьезно говорить, вот в нашу жизнь произошло вторжение. И вот как с этим жить и как дальше организовывать себя, чтобы продолжать жить и продолжать вот не заморачиваться на этом всем? То есть нужно себе поставить какие-то определенные, наверное, задачи? Или, я не знаю вообще, вот как вы ходите из этой ситуации? Ну, как бы с моей точки зрения, как просто пересеченного, да, человека, и с точки зрения того, что я говорю своим студентам, все равно остается, как ни странно, история, надо жить. Надо жить. И поскольку сейчас мы живем в ситуации неопределенности, то слова ставят задачи, ставят цели, и даже, скажем так, мой любимый и всеми Виктор Франкл, который говорит, что смыслы жизни, да, и если ты знаешь, зачем ты сделаешь любое, как, они сейчас не так, ну, как бы не сейчас. Это скорее, вот если мы берем все-таки моего профессиональное, да, то мы скорее сейчас должны были бы посмотреть те, кто работает маслоу, потому что нас эта ситуация вергла, ну, как у него, да, эта лестница или пирамида в самый низ, потому что это вторжение, оно разрушило самые наши базовые инстинкты, инстинкты выживания. Для того, чтобы вообще думать, надо выжить. Поэтому я бы хотела сказать для наших любимых, моих горожан, тех, кто живет со мной в одном городе, я не буду обращаться, мы все сейчас настолько в разной ситуации, что я не могу говорить для всех, да, но для наших одесситов, для которых вот мирное небо осколочно было разрушено, вот конкретно пару дней назад, наверное, не надо, может быть, не надо ставить задачи далеко вперед, а жить здесь и сейчас, в каком плане, вот сейчас вы тревожитесь, сердце разрывает, что делать, как поступить, уезжать, не уезжать, как сформировать отношения общие, чтобы не попасть под какие-то пропаганды у каждого у нас, даже те, кто мы мыслим одинаково, те, кто любят наш город и понимают, что враг пришел на нашу землю, да, даже мы мыслим по-разному. Поэтому, наверное, принимать решение каждый должен, ну, если не в одиночку, то за себя и за своих близких, поэтому, если вы нет сил дышать, нет сил смотреть, потому что на самом деле, вот мы сейчас видим, да, солнышко светит, зелень идет, здесь вот парк дети гуляют, а нет сил, потому что мозг загружен выборами, да, что делать, поэтому, увы, не бывает сказки. Если вы определились, что вам страшно, что вы беспокоите за своих близких, и у вас есть такая возможность, уезжайте. Не думайте о том, что кто-то вас оценит, не оценит, это все, оно меняется все время, оно изменяется, и никто вас не может осудить, поэтому, что это вы, это ваши близкие, ваши родные. Если вы не можете уехать, потому что у вас пожилые родители, у вас маленькие дети, у вас, в конце концов, у многих финансово нет возможности уехать, да, а там нет сил, как зацепиться, ведь там тоже не сладко тем, кто уехал. Тогда вы должны просто думать, что я сейчас могу сделать, как я могу обезопасить свою семью, как я могу, ну вот элементарно, да, не пренебрегать хотя бы теми вещами, о которых нам говорят, что касается стекол, что касается безопасных зон. Да, кто-то сейчас, наверное, скажет, ну мы же знаем, что правило двух стен, оно работает локально, но оно все равно работает, но оно работает, скажем так, я все-таки физик по первому образованию, да, это не пропьешь и не прогуляешь. Кстати, я вот жду, 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 вот где же вставить эти свои 20 копеек, позади вообще за плечами очень много разных деланий, в которых Маргарита принимала участие, вообще начиналось физики, вообще начиналось совершенно потрясающих опыт. Я не закончила с этой физикой, потому что... И вот, понимаешь, ты шла вот к той своей профессии, к тому, чем ты сегодня занимаешься, ты шла через какие-то ступеньки, причем эти были ступеньки не одной лестницы, это были ступеньки совершенно разные. Я не шла, более того, я падала, скатывала вниз, ну и все равно карабкалась наверх, вот скажем так, да. Вот я к чему, это просто хотел бы вот на твоем личном примере, для того, чтобы человек это существо ведомое, да, вот как пара летчиков, ведущий ведомый, да, человек ведомый, инстинкт толпы и так далее, то есть он все время... Мы социальные, ты неправильно говоришь, мы неведомые, мы социальные. Ну, хорошо, пусть это будет так называться, вот, но чтобы выйти из этого состояния постоянного зомбирования с одной и с другой стороны, у соседа паника, а там, так сказать, всякие фейки вкидывают, для того, чтобы поставить какую-то защиту, надо, наверное, прежде всего, вот я просто беру пример, там, с моих близких, друзей, надо просто самоорганизоваться, вот надо самому себе четко поставить какие-то цели, задачи ежедневные, вот, свой распорядок дня. Я сегодня должен сделать вот это и вот это, вне зависимости от того, что происходит где-то рядом. Или я наивен где-то? Ты не наивен, это все правильно, но ты мыслишь, вот, условно, как разговаривающие люди, у которых, там, ну, как бы, есть логический ум, и он оставил свои остатки, потому что, на самом деле, я сама чувствую, как мой мозг, если брать 100%, 70 где-то обрабатываю, только 30 включены, но они включены. А есть же люди, которые чувствуют, которые ощущают, им вот эти слова, ставь задачи, скоординируйся, управляй собой, это, ну, 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 никак для них это не будет действовать. Поэтому для тех, кто может, конечно, надо собраться, надо вот то, что мы начали говорить, да, поставить. Что я делаю? По крайней мере, определиться в выборах, потому что, если мы сидим и страдаем, или ведемся, как ты говоришь, за другим, почему я сказала неведомость социальной, все, мы родились на свет, мы уже в социуме. Так, ну, кто-то решил, что мы существо, которое в одиночку не выживает. Значит, на нас обязательно влияют, ну, наши хотя бы эмоциональные близкие и даже крепкие люди, им тоже нужна эмоциональная поддержка. Так вот, те, кто может, они ставят, действительно должны, так, как ты говоришь, поставьте задачи здесь и сейчас. Я не могу уехать, я принимаю то, что я не уезжаю, я боюсь, и я принимаю, что я это боюсь. Значит, я должен максимально сделать что-то для того, чтобы я не боялся, не тревожился. Ну, условно, там, в эти тревожные чемоданчики определиться все-таки. Я беспечно сижу и все-таки доверяю двум стенам, или я все-таки в плохие, в нехорошие, но я все-таки нахожу бомбоубежище, проклиная все на свете, но каждый раз иду. Все, все это реальность и все это правда. А для тех, кто чувствует, кто ощущает, которые идут через вот такое интуитивное, то им, ну, другого нет ничего. Это сейчас кажется таким нонсенсом, но на самом деле, понюхайте цветочек, посмотрите за окно сквозь одеяло. Вот если у вас завешаны окна одеялами, то выйдите на улицу хотя бы на 10 минут и просто посмотрите в небо. То есть, произойдите к себе через ваши ощущения, которые все-таки... Жизнь есть жизнь, да? И так же, как вот когда все асфальтируют и пробиваются зеленушки, так же люди вот иногда мне звонят, говорят, ты смотри, кафе открытый и все, и что-то работает, и люди занимаются чем-то. Это и есть, вот это и есть жизнь. И для тех, кто не может вот так вот собраться на уровне мысли и логики, попробуйте забрать к себе это. Подойдите, протяните руку и послушайте, как греет солнышко. Поцелуйте в макушку своего маленького ребенка или мужу, с которым вы, или с женой, с которой вы там вели какие-то бесконечные. Ну, у всех своя жизнь, да? Пересильте себя, но просто к нему прикоснитесь. Вспомните, как это было. То есть, зайдите в сумерство из ощущения, чуть-чуть его как-то успокойте через запахи, да? Через прикосновения, через взгляд. И все равно вернитесь к тому, что попробуйте принять. Это ваш выбор. Оставаться, не оставаться. Уезжать, не уезжать. Если оставаться, что делать? Потому что тревога, она съедает. И бороться с ней можно только конкретными мыслями, либо конкретными ощущениями. Ну, вот как говорят, здесь и сейчас. Привет, я вот такую вещь скажу. Вот можешь меня поругать сейчас за это. Да, да. Мне кажется, что психологически надо понимать одну вещь. Вот то, что тебе суждено, оно все равно произойдет. Да? И если, предположим, там, ну, извините, в меня сейчас прилетит снаряд, а что я могу сделать? Если я буду вот сидеть и ждать этого, и думать об этом, ну, вот когда же уже, ну, уже скорее прилетит. Так мне от этого будет еще хуже. А если то, вот как моя одноприятельница вчера позвонила, сказала, слушай, пошла на привоз столько рассады. Я насадила цветов, хотя у нее постоянные... Спасибо тебе пойти на привоз! Почему мы с ней постараемся? Потому что у нее постоянные какие-то панические атаки. И она звонит, а я уже пойду, наверное, тоже к психологу. Вот, пытаюсь там как-то отвлекать. Вот, но есть вот какие-то вещи сегодняшние. Вот живи здесь и сейчас, действительно. Ведь жизнь, пока тебе это отмерено, проживи ее с удовольствием, а не в какой-то панике, в какой-то яме. Ну, вот я как раз сегодня на эту тему разговаривала там со своими друзьями. Не как с коллегами, а просто разговаривала. И они вспоминали вот эту историю, как ты сказала, что все прописано, да, где-то уже прописано. И с 80-х годов самолет, если ты помнишь, разбился, Одесса-Москва. И выжило два человека. Вот один из них через год в троллейбус качнул, он ударился. Я не очень согласна с тем, что все прописано. Потому что в любой религии остается, помнишь, свобода выбора. То есть дается, что если бы не было свободы выбора, то мы бы могли все-таки сказать, ну, ну давай, ну помоги. Хотя бы, если не нам, то тем, кого ты считаешь правыми. Нет, есть, я тоже считаю, что, конечно, что-то, в общем-то, оно не предопределено, оно просто как бы прописано. Но я не согласна с тобой, что от нас ничего не зависит. И вот как раз, видишь, мы поменялись местами. Ты говорил, ставь задачи, там вот, а теперь я тебе говорю, ну, купил лотерейный билет. Вот о чем тут речь. То есть, если ты понимаешь, действительно, как бы суждено или нет, но вот это действительно, как бы суждено или нет, можно же как-то, как-то, ну, по крайней мере, тот минимум, который ты можешь сделать, сделать. То есть, сделать какие-то маленькие шаги. Мы говорили, обезопасить свою квартиру, да, найти там бомбежище. Если ты считаешь, что ты должен выехать, посмотреть все-таки непросто. Сейчас все-таки такое время, когда уже не едут. Я вот в первый, на третий день войны, у меня истероидный брат, он живет в Израиле. Он был в состоянии истерики, он меня возбудил. Я в течение буквально восьми часов вспаковала дочку и внуков и вытолкнула их в ближайший автобус. Они прошли все муки вот первых отъездов и обнаружили, что было три рюкзачка. У каждого был рюкзак, больше ничего. В рюкзачке у одного из внуков трусов, носков не было, но был PlayStation. Мама, что это? Но на самом деле сейчас такого нет. Поэтому если вы все-таки принимаете решение уехать, вы должны просто посмотреть, ну, хотя бы поискать, где что есть и как оно там может развернуться хотя бы на то время. То есть нет, нет, я не согласна с тем, что мы должны понимать, что ну же как суждено, так суждено, поэтому расслабляемся. И так вот, в такой позиции, идем на базар, смотрим, дышим или планируем. Нет, мы должны купить лотерейный билет. В любом случае, если даже, ну, те, кто может, ну, что вот то, что ты сказал, своя подруга, дело в том, что действительно я не буду обобщать до конца. Есть люди, которых накрыло и которым наши вот эти твои слова, мои, они не пройдут. А для тех, кого проходит, то я бы сказала, все равно, несмотря на то, что есть как бы такая какая-то предопределенность и все равно, кому как суждено, все равно покупайте лотерейный билет. То есть думайте о здесь и сейчас. Кто может, просто отвлекайтесь. Я, например, когда читаю с 8 утра до вечера лекции, в этот день для меня вроде война как ушла. То есть студенты и вообще характер лекций поменялся? У многих моих психологов, которые занимаются практической работой, характер лекций чуть-чуть поменялся, в том плане, что иногда нужна прям, ну, какая-то поддержка в лекциях. Поменялось чуть-чуть содержание, потому что мы убрали вещи, которые сейчас читать невозможно. Но для меня не поменялось, потому что с первого дня войны у нас там был перерыв, но я его не делала. Моя позиция такая. Я хочу тем ребятам, а у меня разные есть молодые совсем 11-классники, и есть взрослые магистры, дать им вот этот кусочек мирной жизни. Это тот же привоз, тот же запах. Я читаю лекции, как я читала. Я смею, шучу. Чего это мне стоит, это уже мои заботы, да? Но я им рассказываю о психологии, чуть-чуть сделав их легче, не грузя там, где надо, там совсем уже такое жесткое, да? Ну, я говорю, с вами бабушка, сказочница Маргарита, да? Потому что наши лекции, это в том числе вот та самая мирная жизнь, за которую можно держаться. Я зацепился как-то в свое время, еще только начинали мы этот проект, за такое выражение со стороны знакомой, она тоже медик, врач. Она сказала, ты знаешь, вот я обратил внимание, что если Арисович, предположим, занимается успокаивающей терапией, то ты в своем сквере занимаешься отвлекающей терапией. То есть, если вы не можете заняться сами для себя успокаивающей, займитесь отвлекающей, построите, да, вот как-то свою жизнь, структурируйте. Ну, вот опять-то как бы структуруйте, но в принципе займитесь хоть чем-то. Ну, вот даже для самых тревожных, как только мы уходим в какую-то деятельность, в что-то, да, конкретное, это значит сразу, что мы заземляемся. Ну, вот есть такое слово, заземлиться, заземлиться, да, зажизниться, засудьбиться. И вот, конечно, конечно, ты абсолютно прав, мы отвлекаем, например, кто-то, вот говорю, дает сигналы, что, ну, жизнь продолжается и так далее. И вот, кстати, я сказал про Арисовича, мне сегодня пришла такая мысль в голову, и я даже скажу своим там, там, я слушаю лекции «Как быть с пожилыми людьми», иногда у меня берут совет, потому что я читала такие лекции «Как быть с пожилыми людьми», и есть такая история, когда, ну, не обязательно прям все это оскорблять людей, там, плюс-плюс-плюс, но они, русскоязычные каналы, ну, стараются смотреть, им там спокойнее, они там понимают язык. Что говорят? Они уже даже не слышат, но оно, конечно, заходит. Я говорю, включайте им Арисовича, включайте им Арисовича, он дает то же самое для таких людей, они могут, как называется, с одной иглы пересесть на другую иглу, да, включайте. А для тех, кто, это разного возраста, это и есть люди постарше и помоложе, а для тех, кто, как бы, игра успокоящая не успокаивает, слушайте Сашу, слушайте меня, слушайте тех людей, которые на самом деле не отлетают, не улыбаются. Мне с Америки товарищ позвонил, говорит, видел твое интервью, ты, как всегда, улыбаешься, don't worry, be happy, это пока не... Я просто перестала, я даже не стала с ним включаться, потому что никто не знает, да, как выстроено то, что мы разговариваем. Но если меня или тебя увидят люди, которым от нашего разговора станет легче, и они говорят, о, точно, я пойду, нет, на привоз не пойду, как у нас, да, две синагоги, одну люблю, а не нет, несколько базаров, кто-то любит привоз, а кто-то говорит, нет, новый базар forever. Идите на новый базар, идите на привоз, идите, я не знаю, куда бы... А не пошли бы вы! И это тоже, это тоже дает надежду. Ну что ж, как минимум, два вывода делаем. Значит, либо мы встречаемся с вами здесь, в нашем сквере мира, либо до встречи на привозе. Спасибо, Маргарита, спасибо огромное. Спасибо, Маргарита! Василий! Спасибо 넘 Субтитры создавал DimaTorzok